Юлсан. РФ Потому что там низкие цены. Цены в Юлсан низкие, потому что запчасти идут напрямую от крупнейших поставщиков. Если вам будет трудно подобрать нужную запчасть, вам всегда поможет ваш личный онлайн-консультант. Юлсан. Потому что без посредников. Все ссылки в описании. Всем привет, с вами Сан Саныч. Сегодня у нас будет офигенский заезд. Мы, честно говоря, планировали вообще Запорожец против Лендровера. Запорожец мы все-таки оживили. Каким-то чудом вообще он сегодня завелся. У него еще за ночь сел аккумулятор. Мы поставили с копейки. Сейчас одеваем цепи. Но сегодня просто масса автомобилей. Ну, правда, праворукий Марк участвовать не будет. А москвич будет в качестве запасной машины, если вдруг... Ну, вдруг мало ли, знаете, с Запорожцем уже мы ни в чем не уверены. Потому что ломается практически каждый день. Постоянно из него что-то течет. Поэтому, если он вдруг потечет у нас где-то в поле, у нас есть запасной вариант. Это москвич 412. Который вроде бы как, кроме оторванного глушителя и протекающей печки, ну, пока еще ничего нам плохого не делал. Из-за чего весь сербор? У нас есть заднеприводный, заднемоторный Запорожец, на который мы сейчас поставили уже цепи. Сейчас посмотрим, как он на них поедет. Поедет ли вообще Запорожец на этих цепях? Потому что, ну, вдруг, мало ли, мощи не хватит. И у нас есть Land Rover Freelander. Ну, чтобы никто опять не писал в комментах, что лысая резина, лысая резина. Нет, она не лысая, она нормальная. Ну, конечно, она не грязевая, но, вы не поверите, но так и задумано. То есть, не на грязевой резине. Внедорожник. Ну, правда, здесь, в отличие от того же Крузака, который мы тестировали с Копейкой, здесь полный привод подключается с помощью муфты. Муфта Haldex. То есть, скажем так, по требованию передается крутящий момент назад. То есть, никакой жесткой принудительной блокировки здесь нет. И, ну, как вариант, то есть, у Land Rover есть вот такие кнопки в салоне. Ой, какой-то колхоз. Вот такие кнопки, которыми мы выбираем режимы движения. Снег, грязь и песок. Да у тебя там колхоз. Человек с майкой русского радио. Кстати, 104.8 FM по пятницам с 2 до 3 в программе «Стол заказов на русском радио» можете услышать меня. Так что слушайте русское радио. Вот вам такой логотипчик. Как минимум, несколько сегодня тягачей. Два УАЗа, Монтерей и несколько НИВ. Так что, в общем, ну, надеюсь, что будет весело, интересно, прикольно. Кстати, вчера прошел дождь. И, ну, в общем-то, грязи, я думаю, достаточно. Кстати, у запорожца то ли не идет зарядка, то ли еще что-то. Но, в общем, сам он не заводится, только прикуривается. Не знаю, что там с ним. Разбираемся. Ну что, ребят, наконец-то. Вроде все работает у нас. То, ради чего запорожец покупался. Легендарный аппарат. Задний моторный, заднеприводный. Как он преодолеет раскидшую грязь. Вау, вот это да. Мне на секунду показалось, что он сейчас вот здесь сядет на брюхо. Хотя брюхо у него особо там никакое. Оно плоское достаточно. Теперь номер два. Land Rover Freelander. Ну-ка. Британский внедорожник. Легендарный. Легендарная марка, точнее. Freelander, конечно. Блин, ну так даже неинтересно. Он проехал по этой стороне. А от Запорожца досталось все самое вот это вот месиво. Так, ну поскольку у нас сегодня очень много автомобилей. Ну-ка, ну-ка. Вот, вот это честно. Прям по самому месиву. Там, где ехал Запорожец. Так, следующий участник трофи. Да ну. Да ладно. Уж он у вас. У вас есть. Выглядит это как-то вот так на самом деле. Первая жертва. Первая жертва. Причем это не Запорожец, это Нива. Удивительно. Ваши ощущения от проезда на Запорожце. Ощущения реально безумные. То есть ты понимаешь, что ты здесь не проедешь. А она просто валит. Валит, вы понимаете. Блин, это шикарно просто. Это аппаратчик. Когда едет. Да, когда едет. Когда едет. Поправочка такая. Когда едет. Да, глушить мы его походу не будем. Главное, чтобы у нас хватило топлива, да? Ну, у нас литров 10 еще осталось. То есть километров на 60. А так-то, ну... Ну, по бездорожью, я думаю, километров на, дай бог, чтобы 10. Да, я думаю, хватит. Достаточно. Достаточно, да. Как работает динамичка? Оп. Ой-ой-ой-ой. Да ё-моё, чуть пампер не выдрали. Сейчас оторвется. Но отогнулся он нормально. Вот мы сейчас и посмотрим. Убедительное преимущество УАЗа, скорее всего, будет. Но... Слушайте, ну он даже не напрягался. Просто проехал, и все, как будто так и должно быть. Еще один тест. То самое место, где сидела копейка, когда ее вытаскивал крузак. Сейчас посмотрим, как с этим местом справится запорожец, который прям на всех парах уже практически несется. Братуха там рулит им, по колеям прыгает. Вот ж ты мой. Вот это эпично! Вот это эпично! Ё-п-р-з-э-ты! Он аж подлетел здесь. Мне кажется, у лэндровера просто нет шансов. Просто никаких вообще. Легендарный внедорожник. Но правда, конечно, да, помним, что он не на грязевой резине. Но видно, конечно, что не хватает зацепа. Мы в очередной раз издеваемся, на самом деле, над дорогой иномаркой. Да, ребят, это шоу. Мы не сравниваем. Мы просто показываем шоу. Красивая, сочная. О, боже мой! Да, да, да! Красавчик! Просто красавчик! Там, где перепрыгивают запорожцы, лэндроверы беспомощно барахтают. Как было, охренительно было. Слушайте, он двигается! По чуть-чуть. Да, да, он роет! Смотрите-ка, товарищи! Ой, ё-ё-ё-ё-ё! Забрызгал! Класс! Молодец! Молодец! Почти-почти выехал сам! Вот так я сейчас выгляжу. Просто бомба! На меня всё летит! Блин, он сам выехал! Слушайте, ну всё-таки есть, да? Вот гены, гены лэндроверовские, они что-то делают. Я уж выключить хотел камеру. То есть Нива поперёк Ильи, да? Хотят доказать превосходство отечественной техники. Мало того, что запорожец унизил лэндровер, так ещё и... Охренеть! Ну, выкопал, да? Ну, практически зачёт. Практически зачёт. Ну, ребят, резина решает. Резина, дорожный просвет и всё такое. Ну и теперь... Под занавес тогда, под занавес. Ну, практически на холостых. Настолько буднично, что даже не верится, что так можно. Ты будешь в роли этой девочки, которая платком машет. Ну, делаем ставки кто кого. Запорожец или лэндровер. Дистанция небольшая. То есть вот, 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 да? Вот, проехать. Но, в принципе, у лэндровера чуть лучше условия. Он всё равно будет на траве. Давай, давай команду, Виталь. Готов! Готов! Давай, давай, ну, поехали, давайте. Ну, стартуем. Что-то эффектного старта я не вижу. Не вижу эффектного старта, но... Да, вырывается вперёд! О, боже ты мой! Ё-моё! Нет, реально, копейка с москвичом так не ехали, как Запорожец. Так что, ребят, кто советовал нам купить Запорожец, вы прям молодцы. Мы прислушались к вашим советам и это сделали. Да, у лэндровера была отключена, была включена система антибукс. Сейчас антибукс выключен. Старт будет, я думаю, очень эпичный. Ну, сейчас посмотрим. Ну, давай! Лэндровер! Запорожец! Аааа, в рове не тут! Вот это да! Вот это да! Ну, всё понятно. Ну, против мощного турбо-дизеля, к сожалению, иногда не всесильны запорожцы. Ну что, ребят, как ощущения? Прекрасно! На самом деле, с включенным антибуксом ты проиграл, с выключенным антибуксом ты выиграл. Даже несмотря на то, что ты стоял в такой раскисшей говёшке, да? Братуха, ну ты... Не расстраивался. Первый раз ты не посрамил честь автомобиля. Абсолютно, автопрома. Честь звезды, практически, Ютуба. Звезда честь. Да. Сейчас едем к нашему любимому месту, где мы обычно всё засаживаем. А вот и наше любимое место, которое, правда, уже, знаете, не такое, по-моему, липкое. Хотя, не знаю. Не, липкое, липкое, ребят. Верьте на слово. Ага, да, здесь у нас, да, здесь у нас сидел Прадик. А копеечка тут двух проезжал? В натяг он не проехал, да. Копеечка проезжала. Ну что, ребят, смотрим. Колея от Прадика. И запорожский агрегат. Давай, давай, давай. Выехал. Надымил, но выехал. Круть. Ну что, есть шансы у лендровера? Лендровер в шутку называют ведровер. А ещё есть шутка про то, что владельцы лендроверов не здороваются, потому что уже утром виделись в сервисе. Ну? Ой! Засранцы, а! Вот это они со мной сделали. Вот это. Я вообще просто весь. Но проехал. Хотя, как мне показалось, запорожец проехал увереннее. Но, может быть, это только мне показалось. Ну, пишите там в комментариях. Ах ты! Значит, надавил на газ. И очень рад. Нет, я, честно говоря, не ожидал, что так будет. Тяжёлая техника штурмует. На холостых. Просто вообще, как нечего делать. Слушайте, а что меня сегодня брызгают? На мне написано, что ли, а брызгай меня, где-то наклеечка есть. Опа! Chevrolet. Прям раз как-то так, бодренько. И ещё Нива. У нас сегодня прям целая толпа. Просто вообще играючи, наверное, да? Издевается, издевается. Меня переселили на переднюю часть автомобиля, потому что, когда я нагружаю заднюю ось, цепи начинают задевать, собственно, арки или там, не знаю, колёса, подвеску. Чё там, не знаю. Вот так это всё классно выглядит. От первого лица. На Запорожце. Главное, чтобы не было каких-то резких скачков в сторону, иначе Сан Саныча выкинет с машины. Братуха его с удовольствием задавит. Блин, горелый. Чуть матом не ругнулся. За нами едет Land Rover. Ну, а все остальные уже впереди. Ооо, дави на газ! Дави, дави, дави! Блин, дави! Ааа, сука, давай! Проезжай, проезжай, жопер, жопер, проезжай! Вы видели, вы видели? Это вообще нереально. Просто охренительно. Он проехал! Вот какой момент я вам хотел показать. То место, где сейчас... Вот следы от Запорожца. Ух ты, ё! Вот это я нырнул. И сейчас здесь попробует проехать Land Rover. Слушайте, ну... Круто! Не менее уверенно он это всё преодолел. Честно говоря, когда я сидел верхом на Запорожце, это оказалось очень серьёзным препятствием для заднеприводной маленькой машинки. Одна Нива здесь уже сидит. Даже не знаю, стоит ли вообще Запорожцу сюда соваться. Вот сюда. Вот в это вот. Ух! Вот здесь, напомню, посадили копейку. Оторвали ей буксировочную проушину. А здесь, на этом самом месте, как раз сидел Прадик. Но, видимо, водитель Нивы этого не знал. Что здесь был Прадик. Надо было табличку поставить в прошлый раз. Иначе бы он сюда не поехал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова